МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Что такое дорожная ловушка и чем она опасна? Какие правила дорожного движения дети нарушают чаще всего? Что делать, если на вас наехал подросток на самокате? В нашей студии Сергей Шепелев, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Госавтоинспекции города Самара, подполковник полиции Сергей Александрович, здравствуйте. Спасибо, что нашли время, пришли в нашу студию. Здравствуйте. О чем бы я сегодня хотел поговорить поподробно, это по ситуации с детьми на дорогах. Как сейчас вообще складывается ситуация с детским травматизмом на дорогах? У нас уже закончились осенние каникулы, но погода становится сложнее. Впереди зимние каникулы. И вообще сейчас ситуация становится сложнее и для водителей, и для пешеходов, и особенно для детей. Как выглядит ситуация с детским травматизмом на дорогах? Да, к сожалению, детский дорожный трассный травматизм у нас на первом месте, потому что дети – это наша жизнь, это наше будущее, поэтому мы относимся именно к детям максимально внимательно и обращаем, стараемся обратить внимание на эту проблематику все абсолютно стороны этого процесса. На территории города Самара у нас наблюдается небольшой рост, связанный с общим количеством ДТП именно с детьми. По количеству детей, пострадавших в данном дорожном транспортном происшествии, у нас, к счастью, наверное, хотя это дети, и поэтому цифра сама по себе тоже большая. Это 114 детей у нас пострадало. К сожалению, если мы берем этот период, сравним с прошлым годом, то у нас, к сожалению, двое детей погибло. В прошлом году у нас один ребенок погиб. Поэтому здесь жизнь человеческая, а жизнь особенно детей, она бесценна. Поэтому вот картина, если взять вот такую, то у нас погибли, к сожалению, дети. Оба ребенка у нас были пешеходами. Мы провели проверки по данным ДТП. Дети были все из благополучных семей, но, к сожалению, они находились все на улице, на проезжей части, без сопровождения взрослых, что, соответственно, повлияло на тяжесть последствий этих дорожных транспортных происшествий. Ну и вот привело к таким вот, к сожалению, печальным последствиям. Вот если, ну, не раскрывая, как бы, детали, дети нарушали правила дорожного движения, правильно я понимаю? То есть ДТП происходили, потому что дети нарушали ПДД? Ну, здесь, как бы, учили меня, как мы сейчас в школах проводим занятия по безопасности дорожного движения, мы должны учить детей, чтобы они, во-первых, не перебегали, а переходили по пешеходному переходу. Чтобы всегда смотрели, где они находятся, куда они идут. Вот в данном случае у нас, когда ребенок погиб, мальчик, который 13 лет, вот он, пешеходный переход, он перебегал. И, к сожалению, вот его водитель не заметил, и у них произошла, как бы, встреча, да, в результате которой, в результате этого ДТП, к сожалению, мальчик погиб. В другом случае у нас там, также без сопровождения взрослых, там вообще перебегала дорога группа людей, группа детей. Группа детей. То есть и между стоящих транспортных средств выбежала девочка. Ух! Восьми лет. Ее не было видно просто из-за машины? Да, мы просмотрели видеорегистратор, то есть который у нас имелся в машине, которая также в потоке транспортом стояла. И мы увидели, что группа детишек выбегает из-за этих, ну, не припаркованных, а люди стояли как бы в потоке перед светофором. То есть выбегает, соответственно, мальчик, потом девочка, потом еще одна девочка, и, к сожалению, вот они встретились, вот эта газель, вот эта восьмилетняя девочка от удара, естественно, она потеряла сознание. Ну, понятно, получила тяжелую травму. Да, и, к сожалению, через некоторое время она скончалась, не приходя в сознание в одном из медицинских учреждений. Я предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет. Вот он касается как раз темы мер, предпринимаемых для снижения количества ДТП с детьми, профилактики. Вот давайте сюжет посмотрим, затем продолжим нашу беседу. Будь ярче и стань заметнее. Сотрудники госавтоинспекции провели беседу для воспитанников детского сада номер один. О правилах дорожного движения и важности световозвращающих элементов. Родители малышей отмечают, что такие мероприятия актуальны в холодное время года, когда на улице начинает рано темнеть. Правила дорожного движения должны соблюдать все, и дети, и родители. Машин у нас достаточно много. И лишний раз напомнить ребенку о том, что нужно как переходить дорогу, как соблюдать эти правила дорожного движения, я считаю, это обязательно нужно. Не только в стенах дома, а чтобы еще проходили такие акции вне, в школах, в детских садиках. Юным пешеходам рассказали, как светоотражатели делают человека заметнее на дороге. Показали, где лучше всего разместить такие элементы на одежде. Такая работа направлена на предупреждение дорожно-транспортного травматизма, повышение ответственности и культуры безопасного поведения участников дорожного движения. Она проходит в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения» в городском округе Самара на 2021-2025 годы. Госавтоинспекция напоминает, что использование светоотражающих элементов значительно увеличивает заметность пешехода. Уважаемые родители, вы беспокойтесь о том, чтобы ваш ребенок засветился и был заметен для водителя в темное время суток. Дарья Бадахова рассказывает, что своему сыну всегда покупает одежду со световозвращающими элементами, потому что как водитель знает, как это важно быть заметным на дороге. В темное время суток мы часто ездим по трассе. Это очень выручает, когда человек в темной одежде в темное время суток, его совершенно не видно. Когда что-то на нем светится, ты уже обращаешь на это внимание и, соответственно, избавляешь скорости, либо становишься осторожнее. Сотрудники госавтоинспекции подарили родителям и детям яркие свето-возвращающие наклейки. Попросили быть внимательными и аккуратными вблизи проезжей части в любое время суток. Сергей Александрович, действительно хорошая, полезная акция, потому что должны люди, уж тем более дети, быть заметны на дороге, особенно осенью, в темное время суток, особенно когда идет дождь. Потому что это самое неприятное время, я как водитель это совершенно точно знаю. Какие еще меры принимаете для профилактики, для того, чтобы снижалось количество детского дорожного травматизма и чтобы дети реже нарушали правила дорожного движения? Да, у нас постоянно проводится анализ детских ДТП с участием детей. И у нас основные нарушения также выделены, которые у нас происходят с участием детей. И такие, как переход проезжей части, они установлены для перехода месте. Как я и говорил ранее, у нас, к сожалению, погибший есть ребенок. Значит, переход проезжей части в зоне видимости пешеходного перехода, но не по самому пешеходному переходу. Соответственно, переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора. Либо кто пересекал проезжую часть на вело, не спешившись. Затем перебегали проезжую часть, добрового, например, проезда. Значит, с нашей стороны проводится, я считаю, что не максимально, но мы стараемся охватить большую часть аудитории, которая могла бы у нас поспособствовать, могла бы нам помочь в стабилизации вот этой ситуации. А непосредственно у нас в отделе госавтоинспекции управления водорослей по городу Самары существует такое отделение пропаганды безопасности дорожного движения, которое на постоянной основе мы планируем выезды в школы, которые у нас находятся на территории городского округа Самары. Также у нас за каждой школой закреплены абсолютно все сотрудники госавтоинспекции, которые у нас несут службу на территории города Самары, которые, в свою очередь, приходят в образовательные учреждения и проводят разъяснительную, профилактическую работу, беседу, заходят непосредственно в классы, где у нас находятся дети, непосредственно объясняют все, рассказывают конкретные какие-то примеры, как не нужно себя вести на дороге, то есть чтобы детишки правильно понимали, где им нужно переходить дорогу, как им нужно вообще идти с дома в школу и обратно. То есть данный маршрут обязательно должен быть несколько раз проверен родителями, как это все понимается. Соответственно, мы с своей стороны проверяем наличие уголков безопасности дорожного движения, так называемых, на наличие какой-либо агитационной литературы, чтобы там было, которую мы наглядно видим, что реальная работа с детьми ведется. Соответственно, если происходит у нас ДТП с участием детей, то мы непосредственно в каждую школу направляем письмо информационное и департамент образования, в котором мы указываем на то, что в той или иной школе ребенок являлся участником дорожного транспортного происшествия и в данном случае он, например, виноват. Потому что есть такая категория детей, участников дорожного движения, которые являются заложниками ситуации, когда, например, находятся в транспортном средстве в качестве пассажиров. Хорошо, если они находятся в транспортном средстве пристегнутом ремнем безопасности либо в специальном детском удерживающем устройстве, когда, в принципе, от них зависит то непосредственно самого дорожного транспортного происшествия, силы, удары и так далее, когда они просто на что-то не могут повлиять. Если касается улицы, то я считаю, что здесь родители должны научить детей, как себя вести на дороге. К сожалению, он привел печальные такие факты, в которых у нас детишки погибли. Я считаю, что здесь родители, в случае, где девочка у нас 8-летняя перебегала, дорога полностью самоустранились от контроля за детьми. К сожалению, произошел такой у нас... Ну, страшный случай. Да, страшный. Здесь важный момент ведь какой. Важно еще, чтобы вы можете заниматься этой профилактической работой и обучением сколь угодно долго, но важно, чтобы родители показывали хороший пример. Потому что вот одна бабушка, которая переведет своего внука на красный сигнал светофора, потому что якобы сейчас машин нет, и что тогда стоять и ждать, а вот давай-ка пойдем. Вот мне кажется, эта бабушка, она вот перечеркнет всю работу воспитательную и школы, и полиции. Вот с ними, конечно, тоже надо работать и объяснять, объяснять, объяснять. Да, поэтому мы как бы стараемся освещать максимум, где у нас есть возможности, на телевидении, на радио, в каких-либо телеграм-каналах, иных средствах массовой информации, чтобы призывать, в первую очередь, родителей, взрослых, чтобы они следили на дороге, во дворах, за детьми. Неважно, это свой ребенок, чужой ребенок, у нас дети, для всех это дети. Поэтому нужно максимальное внимание уделять вот этому у нас подрастающему поколению. Совершенно с вами согласен. Еще одна важная проблема, касающаяся детей на дорогах, это дети на самокатах. Конец сезона уже скоро, но пока вот он еще продолжается, а в связи со сложными погодными условиями ситуация стала еще тяжелее. Вот на ваш взгляд, как бороться с ДТП, с подростками на самокатах? И, кстати, такой момент, вот еще и такой вопрос. А что делать, если вот на вас, как на пешехода, наехал подросток на самокате, и вы получили травму? Потому что, ну, 15-летний подросток на самокате, это серьезно на самом деле. И когда он наезжает на другого человека, это травма, как правило. Да, у нас регистрируются такие виды ДТП, как наезд самокатчика на пешехода. Да, вот недавно у нас был случай, где у нас самокатчик наехал на ребенка. В любом случае у нас это является сейчас в статистике дорожного трасса происшествия. Вот, в любом случае нужно, если, естественно, пострадали люди, да, участники дорожного движения, то в любом случае нужно сообщать в органы госавтоинспекции. То есть это нужно вызывать госавтоинспекцию? Да, потому что здесь действиями того же самокатчика может быть причинен вред здоровью пешехода. Хотя они оба являются пешеходами, но мы здесь подразделяем, что у нас в данном случае пешеход управляет средством индивидуальной мобильности. Поэтому здесь существует тоже и административная ответственность, как и для пешехода, так же, как и для пешехода, который является, вводит средства индивидуальной мобильности. Поэтому здесь в любом случае нужно все фиксировать. Затем, впоследствии будем разбираться, если кто из них прав, виноват, при каких обстоятельствах. И будет уже здесь, если вред причинен, соответственно, уже либо в судебном порядке, либо в досудебном порядке, на основании наших собранных материалов, будет решаться вопрос о возмещении вреда здоровью. Дети с какого возраста имеют право управлять электросамокатом? Или нет такого ограничения? У нас есть просто категории. Электросамокат у нас управляют все, только есть до 14 лет. Дети у нас должны до 14 лет находиться в обособленных участках, например, в парках, скриерах. То есть не на тротуаре. Да, не на тротуаре. А, соответственно, более... Либо должны находиться в сопровождении взрослых, которые могли бы физически и зрительно наблюдать, что делает их ребенок. А, соответственно, самостоятельное передвижение у нас предусмотрено только после 16 лет по выделенным специальным полосам. Ну, понятно. Но это, опять же, вопрос к родителям. Да, и все упирается в родителей. То есть, куда бы мы ни посмотрели, что бы мы ни проанализировали, то все у нас упирается в родителей. То есть, если они ему купили электросамокат, они должны понимать, что они делают? Да, конечно. Понимать, что делают. И, во-первых, нужно им объяснять детям, что мы зачастую наблюдаем, как у нас дети. Воспользоваться каким-либо аккаунтом, который вот эти так называемые кикшеринговые компании, которые самокат берут на прокат и на нем катаются и по двое, и по трое. Это, что, естественно, недопустимо. Ну, я надеюсь, что у нас законодательство изменится и, в первую очередь, касается сами вот эти вот компании, которые занимаются арендой самокатов, где у нас будет ограничено, например, по весу, допустим, по скорости передвижения, по местам, где это вообще запрещено делать. То есть, мы надеемся на них и постоянно с ними этот момент проговариваем, надеемся на изменение законодательства. И со следующего года мы уже будем более серьезно относиться к таким нарушителям на основании того, что у нас, ну, на самом деле, действительно сложная ситуация с этими самокатами, электросамокатами, так называемыми средствами индивидуальной мобильности. — Сергей Александрович, есть такое понятие «дорожная ловушка». Вот что это такое? Приведите, пожалуйста, примеры. — Ну, если мы возьмем, мы же сейчас говорим про детей, правильно? — Дорожная ловушка — это у нас касается больше всего дворовых проездов. Когда у нас водитель передвигается по дворовому проезду при наличии с обеих сторон припаркованных транспортных средств, ну, там, с одной стороны, в зависимости, какой двор, какой объем туда транспортных средств может быть припаркованным и так далее. Для детей это является дорожной, естественно, ловушкой. Когда они, выбегая из-за машины, между машинами, просто элементарно могут попасть под колеса транспортного средства, которые, в первую очередь, водитель должен всегда предусмотреть, предвидеть, что из-за любого транспортного средства может выбежать ребенок. Даже не ребенок, но любой человек. Поэтому должен ввести свое средство транспортное таким образом, чтобы в нужный момент, в нужную секунду нажать на педаль тормоза, чтобы либо избежать вообще наезда на пешеходы, либо хотя бы минимизировать те последствия, которые могут быть от наезда на пешеходы. То есть предусмотреть все условия, способствующие этому. Я понял, да, абсолютно правы, потому что, когда люди во дворе едут на достаточно большой скорости, я, например, таких людей, ну, не считаю психически здоровыми, потому что они просто вот идут по грани, и дай бог, чтобы просто вот не случилось это ДТП. Да, да. Пользуясь случаем, еще раз, давайте уточним правила перевозки детей в транспортном средстве. Есть ли какие-то нововведения? Нет, у нас, в принципе, ничего не изменилось по перевозке детей. У нас также это все регламентирует правила дорожного движения, пункт 22.9, где у нас там четко все прописано, что перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом транспортном средстве у нас допускается при наличии удерживающих каких-либо устройств. В обороне такая есть удерживающая система, называется ISOFIX. Вот. Она у нас, соответственно, использует в соответствии с техническим регламентом таможенного союза. Вот. Поэтому вот это, что касается детей до 7 лет. Что касается детей от 7 до 11 лет, то у нас 7 лет включительно и 11 лет включительно, то в легковом и грузовом транспортном средстве у нас также должна быть такая система. И одно из условий, что не должны перевозиться на переднем сидении. Вот. Ну и, соответственно, запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сидении мотоцикла. Вот. Это, в принципе... Ну, это важнейшее, на самом деле, правило, которое по большому счету написано кровью. То есть, вот уже много раз проверено. И это как бы нужно понимать, что это нужно не сотруднику полиции, а это нужно тебе лично и твоему ребенку. Для того, чтобы все закончилось благополучно. Сергей Александрович, в этом году управлению МВД России по городу Самаре исполняется 45 лет. Вы на службе более 25 лет. То есть, многое видели своими глазами, многие новшества в системе ГИБДД внедрялись на ваших глазах. Понятно, что то, что было 25 лет назад, потому что сейчас это две большие разницы. Я знаю, что недавно открылся музей ГИБДД. Это тоже новый этап, определенный в истории городского управления МВД России. Вот. Расскажите об изменениях за последние 10-15 лет. Да, я хочу здесь как бы начать свое выступление по поводу этого направления. Значит, хочу сказать, что ГАИ Куйбышевского горосполкома, оно образовалось в далеком 1180 году. Вот. И как бы на следующий год у нас будет уже здесь ГАИ и на городе даже 45-летие. То есть, мы образовались через год после того, как образовалось управление МВД России по городу Самар. Тогда еще УВД Куйбышевского горосполкома. Вот. Тогда, в далеком 80-м году у нас первым начальником отдела госавтоинспекции, соответственно, был у нас подполковник милиции Забегин Юрий Васильевич. То есть, он как бы начинал вот это вот, состоял у истоков именно отдела госавтоинспекции, не на районном уровне, а на уровне города Самара. Вот. Значит, после того, как он сменился с должности, да, ушел на заслушанный отдых, после него сменилось еще 9 руководителей. Вот. Поэтому я являюсь как бы 10-м уже руководителем отдела ГАИ госавтоинспекции. Значит, в настоящее время госавтоинспекция управления МВД России по городу Самара у нас насчитывает больше 600 человек. То есть, в структуру входят такие, как отдел сам госавтоинспекции, куда входит у нас несколько отделений, которые у нас по направлениям деятельности направлены. Это такие, как дорожный надзор, технический надзор, пропаганда безопасности дорожного движения, отделение по исполнению административного законодательства, органалитический отдел, соответственно, и отделение ДПС и розыска. Соответственно, у нас также еще в системе ГАИ госавтоинспекции город Самара существует отдел регистрационно-экзаменационного направления, который у нас, также пользуясь случаем, хочу пояснить, что с 29 октября, соответственно, осуществился переезд с адреса Республиканская 106 на адрес Волжское шоссе 107, корпус 4. То есть, если граждане у нас хотят какие-либо регистрационно-экзаменационные мероприятия провести с транспортным средством, с заменой водительского устроения, с водительским устроением, с получением, то нужно обращаться уже не на Республиканскую улицу 106, дом, а по Волжское шоссе 107, корпус 4. И, соответственно, самое многочисленное подразделение ГАИ города Самара – это полк ДПС. Полк ДПС – это самостоятельное структурное подразделение, которое насчитывает у нас 511 человек. То есть, это все те инспектора ДПС, которые непосредственно всегда, и днем, и ночью, и, как говорится, и в зной, и в мороз, и в снег, и в дождь, которые у нас постоянно находятся на улицах нашего города и обеспечивают безопасность дорожного движения. Вот. И что касается, значит, музея, который открылся, он открылся, да, действительно в этом году, 16 апреля 2024 года. Значит, находится он по адресу, если кто-то захочет посетить по адресу Ставропольская 104. Вот. Там, значит, представлена история как ГАИ города Самары, так и, в принципе, ГАИ ГИБДД России. Там представлены, соответственно, наши известные герои, которые являлись в тот или иной период какими-либо поступками, доказывали и показывали, что они действительно приняли присягу. И, к сожалению, есть такие случаи, где у нас погибли сотрудники. Это знаменитый, значит, у нас Соколов, такой Александр, когда у нас 3 сентября 83-го года, сопровождая колонну между Царевщиной и селом Курумыч, соответственно, увидел, когда на него движется грузовое транспортное средство, на маяки и на систему говорящей установки не реагировал. Он, соответственно, на тот момент инспектор принял решение, что водитель находится в индекватном состоянии, не сможет справиться с рулевым управлением. Подставил свою машину. Да, да, к сожалению, он... Спас детей. Да, 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 он, к сожалению, погиб. Впоследствии выяснилось, что водителем того грузового транспортного средства являлся мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Ну, впоследствии он был задержан и уже по возбужден вношению уголовного дела. А вот Соколов Александр, который является для нас примером и героем, был, соответственно, награжден посмертно орденом Красной Звезды. Сергей Александрович, время программы, к сожалению, подошло к концу. Я обязательно, кстати, приду в ваш музей. Очень интересно, на самом деле, потому что, ну, история, без истории нет настоящего и нет будущего. Большое спасибо за интересную беседу, спасибо за то, что вы делаете. Но я надеюсь, что это пойдет на пользу, потому что снижение дорожно-транспортного травматизма – это, на самом деле, важнейшая задача. И обязательно ждем вас в нашей студии. Спасибо. Да, спасибо. Напоминаю, в нашей студии был Сергей Шепелев, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения, подполковник полиции. Удачи на дорогах, всем доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова